Друзья, расскажу вам сегодня об онлайн-курсе, большей части о курсе А2, потому что он у нас сейчас стартует. Смотрите, когда вы зарегистрируетесь, у вас появится вот такое окно, и в разделе, где написано и нарисована вот эта доска, у вас будут тренинги, и вы увидите в ваших тренингах два тренинга, А1 и А2. Если вы занимаетесь еще с кем-то по этой же платформе, у вас будут другие тренинги там же. Нам сейчас интересен тренинг А2. А2. Посмотрите, у вас здесь все уроки, здесь их более 70, и также есть дополнительные уроки для проверки. Посмотрите, пожалуйста, весь список. Пока они недоступны, потому что они открываются постепенно. И также у вас виден здесь один подтренинг. Вообще их несколько, потому что доступ предоставляется только к одному уроку, и так что вы видите только один подтренинг, который подходит как раз-таки по теме к первому уроку. Давайте посмотрим первый урок. Сначала расскажу о курсе. Курс состоит из 70 уроков, полноценных более часа. Также здесь есть около 150 часов видео дополнительного материала, такие как в подтренинге и другие. Например, по субжинктиву отдельный подтренинг, по по секунду позе. Есть сколько уроков. Это уроки из курса А1 и другие. Также у нас есть 20 базовых текстов. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Все они аутентичные и с обработкой для того, чтобы по ним можно было бы учиться. Новое упражнение в курсе А2, которого не было в А1, это транскрипция. Транскрипция я вам сейчас тоже продемонстрирую. Это записи разговоров или записи сообщений, которые оставляют мне мои друзья или с моими друзьями. То есть они аутентичные с друзьями-французами. И по ним есть некоторые вопросы. Эти транскрипции нужно сначала прослушать и ответить на вопросы теста, а также написать на слух, что вы слышите. То есть мы учимся еще и писать, понимать со слуха и орфографическое упражнение делаем. И в следующем уроке уже будет проверка. Сейчас подробно все это увидим. Что у нас еще есть? Дополнительные видео с лексикой, грамматикой, советы фильмов. Я даю здесь ссылки, и вы можете смотреть их на YouTube. Также огромное внимание уделено глаголам и спряжениям. И теперь уже не только в présent, passé, композе и парфе, а и в тех других временах, которые мы учим. В данном курсе у нас будет изучено много достаточно времен. Будет и кондиционель, и кондиционель passé, и субженктив, и плюски и парфе, и другие. Плюс еще местоимение. Все это будет отрабатываться в спряжениях, в сочетаниях, чтобы действительно уже отработать этот навык. Давайте посмотрим первый урок. Вообще первые пять уроков этого курса, они повторительные. То есть они предназначены для тех, в основном, кто закончил курс А1. Но в принципе, если у вас какая-то база уже есть, и вы учили, вам тоже это будет полезно, вы тоже сможете выполнить эти упражнения. Но, конечно же, чтобы заниматься по уровню А2, нужно иметь уровень А1 хороший. Вот я рекомендую сначала посмотреть, как организованы уроки, потому что не всегда мы ориентируемся. И вот я показала на скриншоте, что после 72-го урока внизу есть подтренинги. Вы их не видите, потому что у вас еще нет доступа. Но когда человек уже оплачивает занятия и проходит первый урок, там будут еще другие подтренинги, которые будут некоторые доступны, а некоторые недоступны в зависимости от того, какой урок. У нас есть программа курса, вы можете ее посмотреть. Она меняется, потому что я что-то дополняю постоянно. Плюс у нас есть словарь, вот такую вот таблицу я выполняю. К каждому тексту такие таблицы есть. Здесь на французском языке написаны различные слова, в зависимости от того, какая часть речи это или существительные глаголы, какие-то выражения или сочетания. И вы сами должны прописать, что они значат. Но когда я работаю с текстами, в большинстве случаев я уже это все перевожу. Дальше само видео. Что хочется отметить, что очень большую часть видео мы занимаемся переводом, переводом с русского на французский. Потому что мы как раз таки отрабатываем в этих фразах вашу способность формировать красивые фразы. И мы повторяем там различную грамматику. То есть когда вы включите видео, вы увидите просто фразы. Эти фразы нужно будет вам перевести. Если вам недостаточно будет времени, и я начинаю уже говорить, вам нужно будет меня выключить, допереводить эти фразы. И там как раз таки, вот тут вот видите, что у нас есть несколько участников. Там достаточно много было участников, которые в живом вебинаре участвовали. И они дают свои варианты того, как можно было бы перевести. И мы рассуждаем об этом. То есть вы тоже все эти варианты сами продумываете, сами прописываете, что-то дополняете. То есть можно сказать, например, какое-то слово или какую-то фразу в нескольком варианте. Вы для себя запоминаете это, и потом сможете использовать. И также для тех, кто отправляет домашнюю работу, всегда задание вот эти фразы, которые на перевод нам зачитать и отправить. Потому что мы также работаем с произношением, если у кого-то есть с этим проблемы, кто-то желает с ним работать в индивидуальном порядке. Смотрите, вот такой текст мы начали с маленького текста. Это идет источник, откуда этот текст взяла. Текст у нас прописан вот здесь, и мы можем его прослушать. Это чтение медленное, это чтение среднее. Плюс я рассказываю про что-то, и здесь есть дополнительный материал. Вы его смотрите. Дальше еще какой-то дополнительный текст, который нужно будет прочитать. Потому что тут наша будет лексика. И упражнения. Здесь упражнений мало, потому что это первый урок и повторительный. Но в основном здесь, во-первых, и в самом уроке есть упражнения. И зачастую здесь около 10 различных позиций того, какие упражнения можно выполнить. Советую посмотреть фильм по нашей теме «Лю Купхе». И отдельно задание для тех, кто присылает домашнюю работу в индивидуальном порядке. И плюс задание, вот я объясняю впервые, как вводится задание по транскрипции. То есть вот оно, задание по транскрипции. Мы сейчас его с вами сможем послушать. По этому сообщению мы отрабатываем все. И вопросы, например, сообщение оставлено, когда оно оставлено, даты даны. То есть все согласно аудио. И обязательно обращаю внимание, это задание выполняется следующим образом. То есть кроме того, что нужно прослушать текст, ответить на вопросы теста, которые вот тут вот у нас. Плюс еще нужно запись со слуха отправить в комментариях. Вообще комментарии нужно постоянно оставлять. Я часто рекомендую, что именно оставлять. Потому что если в задании, где есть тест, не будет какого-то комментария, то доступа к следующему заданию не будет. То есть это обязательно такая процедура. И зачастую я пытаюсь эту процедуру как-то обыграть. То есть задавая вопрос, на который нужно в комментариях ответить. Во втором уроке вы найдете транскрипцию. Сможете сравнить с тем, что вы отправили, с тем, что на самом деле там есть. Будем надеяться, что там все совпадет. Обращаю ваше внимание, что вот они наши подтренинги. Подтренинг, например, по глаголам. Тут тоже есть задание, которое нужно выполнить. Общее видео по глаголам. И по разным глаголам маленькие видео в конце. Это вот так подтренинг выглядит. Потом есть подтренинг по секун-позе, который здесь пока недоступен. Ну вот они у нас тоже. Тут есть задание, тесты, которые нужно проходить. И вот это урок 25 из уровня А1. Тут тоже есть свои тесты, которые относятся к уровню А1. Но если вы повторяете, вам будет интересно это сделать. Даже те, кто в принципе уровень А1 прошел, возможно, что они уже забыли немножко то, что было в 25 уроке. Вот этот паравизион. Большие достаточно все уроки. Очень объемный курс. Где-то около 1000 упражнений, 70 часовых видео, 150 часов дополнительного видео. Плюс какие-то материалы по тому, что нужно посмотреть, что нужно почитать. То есть это объемный курс. Но после этого курса у вас будет уровень А2. А2 плюс даже. У некоторых тесты, если сдают, даже могут бы один сдавать. Также новые у нас это тексты всех циклов. То есть все тексты, которые у нас во всех уроках есть, мы поставили на одну страничку, чтобы было легко найти. То есть вот у нас первый текст, который мы уже видели. К нему словарь, аудио. Второй текст, словарь, аудио. Третий текст, словарь, аудио. Ресурсы, откуда я взяла все эти тексты. Иногда я их немножко модифицирую, иногда я сокращаю, но чтобы можно было вообще общий какой-то документ увидеть. И так далее. То есть по всем текстам тут есть все. Вы можете это все посмотреть. Это будет доступно как раз таки уже со второго урока. Надеюсь, что все понятно. Хорошо вам позаниматься. И успехов вам в французском языке. До новых встреч!